Шведский автопроизводитель и крупнейший в мире сервис по заказу поездок показали результат трехлетней работы на беспилотную тему. Машина названа первым серийным автомобилем с технологией автономного вождения. Технически это обычный кроссовер XC90, на котором штатные камеры и радары ближнего действия работают совместно с верхней надстройкой от Uber, с лидарами и дальнобойными датчиками. Без лишних подробностей компании уверяют, что беспилотный Volvo готов выехать на дороге, а если одна из основных систем автопилота не сработает, то вспомогательные немедленно среагируют и остановят автомобиль. Впрочем, в открытую продажу беспилотные XC90 не поступят. Выпускать машины планируют десятками тысяч, но все они заказаны Uber для проекта по беспилотному райдшерингу. В 718-м семействе Porsche очередное пополнение. Закрытый Кайман с приставкой GT4 и новый Spider – это дорожные машины для трек-дней. На двоих у них общий оппозитный 4-литровый двигатель и шестиступенчатая механика. У обеих моделей задний привод, заниженная на 30 мм адаптивная подвеска и близкие динамические характеристики. Но главный ноу-хау спорткаров – это улучшенная аэродинамика. Прижимная сила Каймана выросла сразу на 20%, а это дополнительные 12 кг на скорости 200 км в час. Spider же – это первая модель в семействе, у которой прижимную силу на задней оси создает диффузор. Не случайно и название Spider. В отличие от бокстеров, здесь облегченный мягкий верх, который складывается под крышку багажника вручную. Кайман GT4 выйдет на рынок уже в этом году, причем весной машины появятся и в России. А вот открытый Spider к нам поставлять не будут.